Сергей Викторович, сразу вопрос, который меня очень сильно волнует. Какой для вас был год сложнее, 2014 или 2015? Что мне казалось, в 2014 году сложнее года не будет. Мне кажется, что 2015 год был сложнее или наоборот? Я мог бы рассказать анекдот, который президент привел на пресс-конференцию про черно-белые полосы. Не знаю, честно сказать. 2014, наверное, был годом разочарований в наших партнерах, годом, когда мы еще более стали уверенными в своих силах, потому что поняли, что полагаться нужно только на себя. Вот те самые заветные слова одного из наших императоров про армию и флот. Они еще пополнились теперь в этом году уже воздушно-космическими силами. Но в 2014 году, конечно, было глубочайшее разочарование тем, как повел себя Запад в связи с разрывом Киевского соглашения об урегулировании кризиса между Януковичем и всем оппозиционным блоком, соглашением, которое было засвидетельствовано Францией, Германией, Польшей. И когда, установив своих соратников, если хотите, у власти в Киеве, разорвав это соглашение, разведя руками в ответ на наши призывы, как же так, вы же гарантировали, что будет мирный переход, досрочные выборы и так далее. И сказав, что теперь они новые власти и могут применять даже силу против тех, кто отказывается согласиться с результатами антиконсионного вооруженного переворота. И когда эти люди пошли на Крым, нас по-прежнему увещевали, что мы хотим, мы Запад хотим, чтобы силу новой власти применяли пропорционально. Мы знаем, что это такое. И тогда вот президент принял решение, которое я считаю историческим и которое просто было продиктовано уж окончательным пониманием, что когда в политике с тобой взаимодействуют недоговороспособные партнеры, надо полагаться на себя. Мы перешли в Рубикон, тогда это понятно, но у меня такой вопрос. А вы не предполагали, что они могут себя так повести? Какие-то хотя бы предположения были? Очень трудно сказать, мы даже не успели предположить, потому что они сегодня подписали, а завтра все это было разорвано. И завтра уже правый сектор и прочие боевики штурмовали здание администрации президента, его резиденции, здание правительства и тому подобное. Было буквально меньше суток прошло после подписания этого соглашения, которое весь Запад приветствовал, активно и поддержал. Просили нас способствовать тому, чтобы оно было реализовано. Но когда сторона оппозиции просто грубейшим образом его попрала, вот развели руками и сказали, ну теперь давайте уж работать по-новому. А вот вы можете первый контакт с Керрией или там с Меркель сразу после Крыма? Что они говорили тогда? Ну с Меркель работал наш президент, с Керри у нас были телефонные разговоры, они были еще на стадии развития кризиса, когда к нам обращался призыв повлиять на украинские власти, чтобы они не выводили армию на улицу. И мы заверяли, что Янукович не имеет каких-либо планов это делать. И НАТО неоднократно заявление принимало целое, что армию на улицу не выводить. А потом, когда все произошло и когда буквально в конце февраля новые власти устами Яроша и ему подобных стали говорить, что русским не место в Крыму, русский никогда не будет праздновать день рождения Бандеры и Шухевича. И когда начались провокации с поездами дружбы в сторону Крыма, когда была попытка захвата Верховного Совета Крыма и когда мы отреагировали. И тогда еще были потом захваты, как вы помните, обл. администрации, потому что избранные и назначенные еще старой властью руководители регионов Украины отказывались подчиняться путчистым. И тогда была объявлена антитеррористическая операция. Так вот, Запад в один голос, вместо того, чтобы так же как у Януковича они требовали не выводить армию на улицы, призывали новые власти использовать армию пропорционально. Ну, как они пропорционально использовали, мы знаем. Но это было действительно главным событием прошлого года. А нынешний год, наверное, если брать экономику по самым разным причинам, о которых президент подробно говорил на своей пресс-конференции, по другим поводам. Если брать экономику, то, конечно, она оставляет желать лучшего. Она, наверное, продолжает сжиматься по сравнению даже с 2014 годом. Но если мерить внешнеполитическими аршинами наши ощущения от этого года, то все-таки завершился тяжелейший процесс и важнейший процесс химической демилитаризации Сирии. Обращаю на это внимание, потому что именно в этом году окончательно были подведены итоги. И произошло это ровно в тот момент, когда мы продолжаем активно добиваться политического урегулирования кризиса сирийского. А наши некоторые визави говорят, что они к этому готовы, но только если Асад гарантированно не будет уже присутствовать в политическом процессе и в будущих структурах, потому что он нелегитимен. Но он был прекрасно легитимен, когда нужно было химическое оружие из Сирии вывезти и уничтожить. Принимались резолюции Совета безопасности ООН и Организации по запрещению химического оружия, в которых приветствовалось решение сирийского правительства присоединиться к конвенции по химическому оружию. И все было прекрасно, никаких вопросов не возникало, что это нелегитимный партнер. Так вот, я уже не раз говорил, повторю еще раз, я убежден, что террористическая угроза не менее серьезна, чем угроза химического оружия. Тем более, что она становится глобальной, не касается только одной Сирии. И сейчас нельзя позволять такой роскоши, как вдруг идти на поводу у чьих-то капризов и сказать, да-да-да, вот он был легитимен, а вот в этом году перестал быть легитимным. Помимо решения проблемы сирийского химического оружия, урегулирована одна из серьезнейших проблем, которая последние десятилетия тревожила и нагнетала, так сказать, напряженность в международных отношениях. Это иранская ядерная программа, вокруг которой велись переговоры и был найден такой здоровый баланс интересов, который обеспечивает право Ирана на мирное развитие ядерной энергетики, в том числе право на обогащение урана. Это важнейшим было интересом тегеранских наших партнеров и одновременно обеспечивает режим нераспределения ядерного оружия. Кстати, я бы к серьезным достижениям года отнес и минские соглашения по Украине, которые были достигнуты в результате 17-часового марафона с участием глав государств. Лично Путин, Меркель, Оланд вместе с Порошенко писали различные параграфы, поэтому так и важно сейчас не допускать попыток их ревизии. Такие попытки мы наблюдаем. Нам начинают говорить, что Порошенко, у него сложности внутриполитического характера, поэтому он не может до конца все выполнить. Поэтому не воспринимайте минский язык слишком буквально, нам говорят. Ну а как буквально? Если там написано, что должна быть децентрализация на постоянной основе в Конституции, что это означает право на пользование русским языком на территории Донбасса, право на специальные особые экономические связи с Россией, право участвовать в назначении прокуроров, судей, право иметь свои органы правопорядка, включая народную милицию и еще целый ряд вещей, которые лично писала Ангела Меркель вместе с Франсуа Алландом. И вместо этого в Конституции записано, что у этих территорий могут быть некие особые правила в сфере самоуправления. Есть ли надежда на то, что украинская страна когда-нибудь, когда-нибудь сядет на застол переговоров с Донецком и Слуганском? Когда-нибудь? Или вот на ваш взгляд этого не будет никогда в ближайших Донецком? Формально, формально такой диалог идет, но именно формально, потому что вот эта придумка с контактной группой, где Украину представляет недействующий политик и недействующий даже чиновник. Глянь Данилович Кучин, уважаемый человек, бывший президент Украины, он является личным представителем президента Порошенко. И со стороны Донецка и Луганска люди, которых избрали население, избрал население этих территорий. От ОБСЕ официальный представитель, от России тоже официальный представитель президента. И вот украинские власти считают, что это максимум, на что они могут пойти. И прямого диалога за исключением вот этого формата контактной группы, ее рабочих подгрупп, не ведется. И здесь, наверное, что касается методов, можно проявить гибкость и понимание. Но если бы в рамках этого формата все содержание Минских соглашений можно было претворить в жизнь, тогда можно считать это и прямым диалогом. Но получается это все наоборот. И получается так. Вы знаете, в принципе, вот это вот... Да, конечно, на Украине очень серьезная внутриполитическая ситуация. Дрязги, такая рознь среди союзников, майданцев. И внутри одной партии тоже противоречия наблюдаются. Все мы видим, как там проходит политический процесс. Будь то в Верховной Раде, будь то на заседании правительства или каких-то других национальных структур. Да, есть у них сложности. Но после того, как были подписаны Минские соглашения, используя то, что сам Порошенко себя после выборов объявил президентом мира, а не войны, используя то, что Минские соглашения одобрены были Францией и Германией, всем Евросоюзом, Советом Безопасности, ООН, включая Соединенные Штаты. Я убежден, что вот сразу после февраля, после того, как все это состоялось, президент Порошенко имел все возможности продавить через радикалов, через экстремистов, которые пытались его обвинить в национальном предательстве, продавить решения, которые воплощали бы в жизнь этот важный документ, используя в том числе и влияние Европы, влияние Соединенных Штатов. Почему это не сделали? Не знаю, почему-то он решил этим экстремистам противопоставить их же собственные методы и стал с ними бороться, вернее, спорить на их же площадке и пытался перещеголять их в антироссийской риторике, постоянно обвиняя нас в агрессии, в оккупации, заявляя, что Минские соглашения — это первый шаг к прекращению оккупации. И даже сами термины, которые подбирались, они говорили о том, что ему хочется задираться и тем самым, наверное, набирать какие-то внутриполитические очки. Насколько это получилось, я не знаю. Рейтинги говорят об обратном. И то, что народ устал уже и от этой войны на Нонбассе, слава богу, сейчас там худо-бедно какое-то перемирие. Но перемирие нарушают, нарушают по нашим оценкам, и используя данные ОБСЕ, нарушают всякие батальоны, которых до конца никто никуда не инкорпорировал. Они во многом используются их хозяевами для того, чтобы ситуацию в какой-то момент немножко разогреть, в какой-то момент подуспокоить. Есть слухи, которые гласят, что поскольку вот эта вот такая регулярность нарушения перемирия, прекращения огня появилась после того, как наши ВКС начали работать в Сирии, есть такая теория, что кому-то за океаном или где-то поближе на западе хочется заставить Россию воевать на два фронта. Но это исходя из той логики, что мы там воюем на Донбассе. Хотя доказать никто ничего по-прежнему и не мог, и даже, по-моему, не пытаются, потому что знают, что это все попытки сложными средствами. Но самое главное, вот я привел пример того, что он должен был Порошенко сделать в рамках конституционной реформы. Вместо этого записали в институцию, да еще в переходные положения, что может быть особый статус Донбасса. Недавно мой коллега на днях, вот я читал какие-то новости, где-то сказал, что закон об особом статусе вступит в силу только после проведения выборов на Донбассе, который Климкин, да, который Киев хочет провести так, как он хочет. Хотя в Минских соглашениях написано, что он должен согласовать модальности проведения этих выборов с Донбассом, чего они не делают. И введение закона об особом статусе никаким образом в Минских соглашениях не обусловлено проведением выборов. Это две, как говорится, разные темы. Даже если уж говорить о логике, то логика закона об особом статусе не дождаться выборов, а затем легитимная власть, как он сказал, будет возвращать Донбасс в правовое поле Украины. А логика закона об особом статусе в том, чтобы он был у этой территории, а не чтобы он опять был закатан катком в те правила, которые для остальных регионов существуют. Киев обещал, обязался дать им специальный статус. Поэтому здесь как раз и, наверное, этот закон лучше и логичнее принять до проведения выборов, потому что если ты избираешь депутатов местных советов, то тебе хочется знать, а эти депутаты будут какими правами-то обладать. Закон об особом статусе эти права излагает. А если он еще не принят, то голосующий будет немножечко так в раздумьях. А вот депутат, которому я хочу поручить руководить этим конкретным районом, что, какие у него будут права. Так что логика как раз обратная. У меня такое впечатление создается, что свою полную неспособность дисциплинировать своих подопечных в Киеве, наши западные партнеры, пытаются спрятать за этими такими стыдливыми процедурами, связанными с продлением санкций против России. Почему никак не получается? Очень трудно сказать. По вашему счету полная зависимость финансово, полная зависимость политическое, полная зависимость карьерной, в конце концов. Почему никак не получается? Я вот этого не могу понять. Я могу привести цитату, мысль, которую президент высказал в недавнем фильме «Миропорядок» о резко возросшей зависимости Европы от Соединенных Штатов. Это, как говорится, факт не только касательно украинской ситуации, он проявляется во многих других событиях мировой политики, но даже если брать эту вероятность, то в ходе встреч президента Обама с президентом Путиным, в ходе встречи Керри со мной, многократно американские коллеги говорили, что они не имеют никакой особой заинтересованности в сохранении этого кризиса, что они поддерживают Минские соглашения, что они реально работали с Верховной Радой, чтобы она хоть что-то записала в отношении этого особого статуса Донбасса. Вот цитату я приводил. Поэтому мне трудно, конечно, подвергать сомнению, искренность слов президента США, который вот эту свою готовность помочь излагает гадью в лицо президенту России. Но пока ни у них не получается, ни у европейцев не получается. А то, что было сделано с правилами Международного Валютного Фонда, но это вообще ни в какие ворота не лезет, когда, значит, наказав по старым правилам Грецию, наказав Ирландию и целый ряд других стран, я говорю только про страны Евросоюза, даже не упоминая Аргентину и прочих больших должников в третьем мире, вот под Украину взяли и просто один из краеугольных камней вынули из-под здания Международного Валютного Фонда. — Вообще эти два года, это почти лишь два года сбрасывания массов, потому что вот эта аура вокруг, созданная за многие десятилетия, наверное, да, там пропаганды определенные работы с информационным полем вокруг западных лидеров, западной демократии, западной честности в информационном пространстве, в СМИ там и так далее, вдруг на глазах у всех просто рушится абсолютно, мне кажется, даже на Западе многие люди начинают это понимать, потому что я много тоже читаю то, что пишут там, и люди очень много начинают смотреть, потому что я впереди столько кладу свою бумажку. У меня тогда такой вопрос, люди, которые отвечают сейчас за политику Запада, вот все те, кого мы сегодня уже перечислили, и плюс к этому, может быть, еще пять-десять человек, элиты так называют, они реально не понимают, что они делают, или они очень четко понимают и идут просто туда, куда мы не хотим, чтобы они шли, они реально, или это такой вот кругозор, уровень образования, они просто не умеют просчитывать ситуацию, вы же с ними общаетесь. Ну, они все вообще не производят впечатления таких опытных, мудрых, дальновидных политиков, но я бьюсь над этим вопросом сам, я не могу понять иногда причин, иногда то, что они произносят с трибуны противоречит тому, что они говорят тебе один на один, когда никто не слышит, и вот по одиночке, ну, подавляющее большинство членов Евросоюза мне говорят те вещи, которые я считаю разумны, что ошибка идти на конфронтацию с Россией из-за Украины, которая сама оказалась, в общем-то, жертвой политики Евросоюза, который пытался ее поставить перед этим выбором или-или, мы же этим не занимались, Украиной, которая разорвала договор, продвигавшийся вот французами, поляками и немцами. И наутро вместо правительства национального единства был антиокрессионный государственный вооруженный переворот. И все они говорят, ну вот мы да, вот поэтому вот сейчас чуть-чуть успокоятся, вот надо выполнять эти соглашения и Минские, вот тогда мы вернемся к нормальному взаимодействию, к стратегическому партнерству, но когда они все вместе собираются и говорят с трибуны, они не могут этого произнести. Ну вот последнее мероприятие у них было, на котором настояли итальянцы, чтобы не просто стыдливо, глядя в пол и молча продлить эти санкции на полгода, а чтобы поговорить и друг другу в глаза посмотреть. Ну это вот такой, наверное, маленький пример исключения из правил. Но какая-то круговая порука, что ли, я не знаю, у них принцип солидарности. Если я задам этот вопрос неправильно, тогда можете отвечать. Но многие считают, это такая коспирологическая версия, что наши американские партнеры, как вы любил говорить, они просто очень много лет выращивали этих людей, поднимали их на политический олимп для того, чтобы потом управлять так, как и сейчас управлять, что эти люди в принципе не способны вести свою собственную политику без указинки за океаном. Ну то, что американцам хочется иметь сильное влияние в Европе – это факт. То, что у них для этого есть мощнейший инструмент НАТО – это тоже факт. То, что НАТО после развала Советского Союза и Варшавского договора было сначала в эйфории, потом в поисках смысла дальнейшего существования. Там всерьез умные политики в тот период говорили, но Варшавского договора нет, Советского Союза нет, там демократия победила, мы присоединились к Совету Европы и раскрылись настежь. И предлагали просто резко укрепить ОБСЕ, куда входят все и сделать в Евроатлантике такой мощный военно-политический универсальный механизм обеспечения безопасности друг друга от внешних угроз. Тогда еще не было такой угрозы, как терроризм в глобальном масштабе, не было нарко-угрозы. В таких масштабах, опять же, это только мы начинали на себе еще в Чечне ощущать первые такие экстремистские выходки боевиков. Но рассудили по-другому и сказали, пускай ОБСЕ будет, причем пускай она будет рыхленькой такой организацией, не надо ей слишком много накачивать мускулов, потому что тогда она будет конкурировать, пусть она будет рыхлой, без устава, без особых правил. Мы создавали институты, вот этот БДИПЧ, бюро по демократическим институтам и правом человека, у которого нет никаких уставных документов, как и у самой ОБСЕ. создали бюро по национальным меньшинствам, ну, более-менее что-то они пытаются делать, хотя без гражданства в Прибалтике, вот как было, так и есть, и никто их особо не критикует. Создали представителя по свободе средств массовой информации, которая, это сейчас женщина, которая, значит, отворачивается в сторону, когда что-то происходит откровенно безобразное с журналистами на Западе или в той же Украине, и всячески выискивает блох в нашем медийном пространстве, когда кто-то кого-то, значит, где-то попросил, и кто-то кому-то сделал какое-то одолжение из властных структур. Это все притягивается за уши. А НАТО сохранили, и не просто сохранили, стали двигать на восток. Много, наверняка, читаете об этом, спорят, обещали Советскому Союзу еще, когда Германию объединяли, обещали ли потом России, когда уже Россия стала Россией. Обещали. Обещали. И мы сейчас поднимаем архивные документы, которые известны. И, кстати, сейчас на Западе истекает срок давности многих документов, они это публикуют. Мы хотим сделать, может, какой-нибудь по линии нашего историко-дипломатического департамента какой-нибудь семинар сделать, собрать ученых и просто без политики, без риторики, без эмоций, почитать то, как эти беседы развивались. Да, нигде не записано, что юридически они не имели права расширяться, что юридически они не имели права, даже когда уже стали расширяться, развертывать там постоянную, вернее, военную инфраструктуру. Но, в конце концов, когда уже было понятно, что они, вопреки этим своим устным обещаниям, устным заверениям, расширяются и достаточно так настойчиво, последовательно, тогда покойный Евгений Максимович Примаков, будучи министром иностранных дел, он, как сказать, политикой искусства возможного, тем более в тех условиях, в которых Россия была в то время. Мы подписали с ними основополагающий акт, где было сказано, что не должно быть существенных боевых сил на территории новых членов на постоянной основе. Сейчас вот этот основополагающий акт прибалты, поляки и некоторые другие члены НАТО хотят просто разорвать, выйти из него, ровно для того, чтобы размещать существенные боевые силы на постоянной основе на своей территории. Сергеевич, у меня опять же личный вопрос. Они что, реально, вот вы с ними очень много общаетесь, они что, реально на самом высоком уровне боятся, что мы танками пойдем в Европу? Чего они боятся? Поразительно. Это, ну, нет, я уверен, что все понимают, что никаких танков, никаких вооруженных сил Российской Федерации на территории НАТО не будет, никто об этом даже не помышляет, и они это прекрасно знают. Это хороший повод использовать вот этих младонатовцев, которые русофобией заряжены, я не знаю уж почему. Они, кстати, когда в НАТО вступали, нас уговаривали американцы, те же самые, говорят, ну вы особо не поднимайте шум, они очень боятся, у них вот с той еще исторической эпохи, когда они в Советский Союз, в состав Советского Союза вошли не совсем по своей воле, у них вот эти фобии, вот мы их примем в наш североатлантический альянс, в нашу семью, и они успокоятся. Они не успокоились, они сейчас, уже став членами НАТО, они совсем по-другому себя ведут, они наоборот используют это членство для того, чтобы как бы на нас наскакивать, атаковать нас в своей риторике постоянной. Я думаю, что просто используется вот эта их истерическая такая позиция в отношении России и попытки вот эту крымскую кампанию, крымской волеизъявлений народа Крыма представить как наше агрессивное устремление для того, чтобы НАТО вот все-таки продвинулось оно на эти рубежи. Меркель это зачем? Мне очень трудно сказать, думаю, что, опять мы с вами разговариваем вскоре после фильма «Миропорядок», президент о Германии, о роли Германии после Первой мировой войны, после Второй мировой войны подробно сказал, наверное, трудно сейчас, когда прошло уже несколько поколений от современной германской нации требовать, чтобы она была тише воды ниже травы. Они же по-прежнему оккупированная страна по большому счету, там десятки американских военных баз, а никто публично в Германии об этом не говорит, хотя политики об этом задумываются. То есть, если такая степень недоверия современной Германии, то, наверное, вопрос есть. Но, вы знаете, Германия и в Евросоюзе сейчас много переосмысливает, потому что система, в которой надо обязательно от каждой страны Евросоюза назначить комиссара, еврокомиссара, и ему придумать работу, их становится все больше. Слушай, было 15, работа была у них достаточно, сейчас их 28, и опять на 28 вдвое практически работа. Больше-то не стало, если по-крупному смотреть. Но дробят, искусственно придумывают функции. И эта бюрократия достаточно много на себя берет. Многое им делегировано, но они сверх того, что положено по Лиссабонскому договору, конечно, как любое бюрократическое образование, они стремятся к самоукреплению. И немцам это не нравится. Это крупнейшая страна Евросоюза. Вот пока еще нет таких в Германии проявлений, как в Англии, в Великобритании, где уже под вопрос ставится, правильно ли мы делегировались только Брюсселю. В Дании был референдум о том, что в сфере поддержания безопасности, миграционных вопросов, они не хотят следовать дальнейшим планам по ужесточению правил. И в Германии меньшинство политическое, но они тоже задумываются над этим. Крупнейшая экономика Европы, донор практически всех остальных. и она не имеет решающего слова в каких-то вещах, которые решаются в Брюсселе. Это сложный процесс. Но, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, ну не про танки, а про то, почему, зачем вот это все и кто влияет на Евросоюз. То есть, наверное, американцам, и это не критик, это просто объективный факт, им не хочется, чтобы поднимались конкуренты. А конкурентом для них является, конечно же, и Китай, конечно же, и Российская Федерация, Китай в экономике прежде всего. Но мы, наверное, в военном деле теперь тоже уже в этом можно не сомневаться, если у кого-то такие сомнения были. Но и во внешней политике. И Евросоюз, конечно, конкурент как таковой. И не зря же, когда робкие идеи появились в Евросоюзе, прежде всего у немцев и у французов, у итальянцев, по-моему, еще. Давайте сделаем свои вооруженные силы в Евросоюз. Очень быстро эту дискуссию свернули. Очень быстро им объяснили, что зачем вам это надо, когда есть НАТО. А в НАТО верховный главнокомандующий всегда американский генерал. Вот это, наверное, можно понять. Американцам хочется, чтобы Европа не отбивалась от рук. А они вообще так понимают, что против них все больше и больше встает, вот против этого золотого миллиарда, есть такое понятие, да, золотой миллиард. Западный мир в основном к нему и относится. Они привыкли так себя вести в мире, прилетать, куда-то бомбить, потому что им так хочется. Потому что их не пригласила там официальная власть, а потому что им так хочется. В Ливию залетели, там президентские генералы даже бомбили, улетели. Что-то с территории Италии залетели, залетели, вырушили все границы. Они это могут делать, потому что у них такая психология. Но это золотой миллиард. А не кажется ли вам, что вся проблема нынешнего мира, я, может, сейчас отвлекаюсь чуть-чуть, но вся проблема нынешнего мира в том, что вот эти 6 миллиардов сейчас стоят против одного миллиарда. И что эти 6 миллиардов не хотят жить так, как им предписано этим одним миллиардом. Крутить за 100 долларов отверткой машину на конвейере и работать на этот золотой миллиард, чтобы он жил с домиком, с садиком, с собакой, с живой там и так далее. Во многом, конечно, противоречия есть. И уже вот этот исторический запад, он же руководит миром, ну, 400-500 лет эпохи колониальных приобретений, колониальных завоеваний. Латинская Америка, Африка, Индия, вообще Азия, практически вся, за исключением двух-трех государств. И, конечно, сейчас тяжело расставаться с этим, потому что они понимают, что эта эпоха уходит, и появляются экономические гиганты, финансовые гиганты. И доля Запада и отдельно Соединенных Штатов, как ведущей западной страны, в мировом ВВП снижается. Эта тенденция, она очень долгосрочная. Сейчас, наконец, пятилетний процесс реформы квот и голосов в Международном фонде завершен уже в десятку. Все страны БРИК, Бразилия, Россия, Индия и Китай входят в десятку крупнейших держателей акций. И вместе на членов БРИК приходится около 14,7% голосов. А 15% голосов уже дают право вето в МВР. То есть ближайший пересмотр квот и системы голосования, он будет, наверное, не скоро, но тем не менее, он уже даст странам БРИК возможность блокировать не устраивающие для нас решение. Сейчас только одна страна, США, имеет квоту, которая чуть больше 15%, 16%. Это им позволяет в одиночку блокировать любое решение. Но ситуация меняется. И уже не только они смогут поступать таким образом, да даже и сейчас. 14,7% всегда можно найти немножко дополнительных вот этих вот десятых долей процента у единомышленников. Ну вот из того 6-миллиардного блока населения, там же 90% они вообще про политику не думают. Это люди, живущие очень бедно, выживающие многие из них. Им хочется только одного, чтобы было чем накормить семью, была крыша над головой, была какая-нибудь работа, и чтобы дети в какую-нибудь школу пошли и не болели. Но не здесь ли как раз причина и сирийского кризиса, и ЕГИЛа, появление ЕГИЛа и так далее? Я понимаю, что причин много и там очень сложная и глубокая ситуация, что называется. Но не здесь ли, не существует ли такая ситуация, не сложилась ли она такая, что живут бедные 6 миллиардов, которые видят через интернет, который сейчас появился везде почти. Они видят, так живет Запад. И они, им очень легко в голову внести мысли о том, что почему они живут так, почему они в одном ряд, почему они делают вот так, а почему вы так жить не можете. Вы и возьмите оружие, завоюйте, с оружием в руках в эту территорию, построите то государство, которое вы хотите. Не здесь ли корень того, что появился и терроризм, и, понятное, что есть силы, которые… В решающей степени. В решающей степени. Причем им даже говорят не то, что «возьмите оружие», им говорят «вот вам оружие». Да. И либо детей с малолетнего возраста забирают, тоже было масса репортажей, там 7-8-летние пацаны, их тренируют как полосу препятствий проходить в военных лагерях. И главное, что, конечно, зомбирование происходит на тему того, что в мире справедливости нет, никогда ты не дождешься от этого золотого миллиарда каких-нибудь реальных перемен, кроме подачек, от которых ни тепло, ни холодно. Поэтому нужно самим брать свою судьбу в свои руки, и надо завоевывать себе счастье. Вот были крестоносцы, а давайте теперь будут не крестоносцы, а анти-крестоносцы. Угрубленно так оно и происходит. И, конечно, именно поэтому президент, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сказал, что надо бороться с терроризмом комплексно и с его проявлениями самыми зверскими, будь то самолет над Синаем, теракты в Париже или то, что происходило в большинстве стран регионов, и продолжает каждый день происходить взрывы в мечети, церкви. Но бороться нужно, конечно, и с его экономическими причинами, а это означает, что нужно всерьез заняться повесткой дня для устойчивого развития, чтобы эти регионы устойчиво развивались. И давным-давно, когда еще только концепция официальной помощи бедным странам разрабатывалась, один из умных политиков сказал, что только давайте не удочку им давать каждый раз, а научим их рыбу ловить. что нельзя просто поставлять продовольствие, которое проедается, поставлять какие-то, скажем, я не знаю, медицинские препараты из-за границы, чтобы их подсаживать на привязку к митрополии бывшей, скажем, а создавать производство там, обучать их там, школы строить. И этому все больше внимания уделяется. Это, конечно, занимает огромное количество усилий, средств и времени. Это не скоро произойдет. Но процесс правильный. И третье направление, конечно же, это, ну, я не говорю, пресекать финансирование, разрывать связь с наркотрафиком, незаконной торговлей и нефтью, чем угодно. Это часть, как бы, основной борьбы с проявлениями. А третий главный направление – это идеология. Надо заняться всерьез образованием, чтобы дети в бедных странах не бегали на улицах, где их подбирают эти самые вербовщики и ИГИЛы, Джабхата, Нусра и прочих. И надо, конечно, обратить внимание на то, как и какой ислам проповедуется в мечетях. Ислам, в отличие от христианства и от православия, от католицизма, там нет папы, там нет патриарха, там нет такой вот вертикали, где задается тон и, как бы, главные постулаты и та мера, которой необходимо следовать. И очень часто в одной стране в разных мечетях совершенно разные проповеди читают. И есть немало примеров, когда экстремистские имамы вырываются вперед. Есть такой Кардави, который регулярно через Аль-Джазиру свои абсолютно экстремистские отвратительные призывы адресует мусульманам и своей страны, и всего региона, и всего мира. Поэтому вот этот клубок нужно распутывать очень тщательно и не пытаться делать ставку на то, что вот мы кого-то разбомбим, найдем очередного Бен Ладена и все будет хорошо. Но я вам место встанет другой. У вас внешне очень хорошее отношение с Керрием. Вот такие разговоры с ним какие-то вы вели когда-нибудь за чашкой чая. Он понимает все это глобально? Они понимают, что происходит в мире? Или они зацикливают на своих каких-то интересах, и они не понимают, что на самом деле происходит, что поднимается волна, с которой они просто справиться не смогут, и это может накрыть всех. Джон Керри опытнейший политик. Он многие десятилетия работал в Сенате. Не один десяток лет возглавлял Сенатский комитет по международным делам. Я тогда с ним и познакомился. И он, конечно, один из наиболее умудренных опытом и практической деятельностью политик с международной точки зрения. Он понимает. Мы с ним иногда говорим о таких вещах. Порой у нас бывают такие прогулки вдвоем, когда мы проводим где-то свои встречи. И, безусловно, в США есть люди, которые над этим думают. Но на практические действия Вашингтона влияет целый ряд факторов. Один из этих факторов — география, конечно. И они считают, что они отгородились. Там у них сверху Канада. Это практически союзник. Снизу — Мексика и больше. И океаны. 11 сентября, конечно, встряхнуло очень сильно. И особенно встряхнул сейчас в Сан-Бернардино, в Калифорнии. Через несколько дней после того, как Обама сказал, что мы смогли сдержать терроризм и не пустить его в Америку. Это все, конечно же, будет использовано в политической игре в США. И второй фактор, который тоже не помогает делу, заключается в американском осознании себя как исключительной нации. Соответственно, как они решат бороться с терроризмом и в глубину, и в ширину, и конкретно по персоналиям, они считают себя в состоянии убедить всех остальных. Ну, собственно, так и происходит, когда они коалицию по Сирии составили. Это абсолютно их концепция. Там многие, очень многие члены этой коалиции, включая члены НАТО европейских, хотели пойти в Союз безопасности с этой коалицией в прошлом году и сделать все по-человечески. Нет, вот Асад нелегитимен, поэтому никаких договоренностей Сирийской Арабской Республики быть не может. Вот Ирак нас позвал, Ирак мы любим. И то так сейчас пытаемся их воспитывать. А вот Сирия — это диктатор, его дни сочтены, поэтому мы будем бомбить, никого не справятся. Примерно сейчас как турки говорят, кстати сказать. Это ведь тоже у турок. Не просто так, если бы не было вот этого высокомерного подхода у ведомой США коалиции, о том, что вот в Сирии мы знаем, где террористы, мы знаем, кого бомбить, и поэтому нам никакие разрешения от законного правительства не нужны. Но я думаю, что Турция сейчас не стала бы так нагло, откровенно вести себя в отношении Ирака и в отношении того, что она делает. И заявлять, что да, там у нас есть какие-то инструкторы, но мы вот ввели танки, чтобы их защищать. И мы уважаем суверенитет Ирака, но мы вот своими танками ровно его и укрепляем. Хотя иракская правительство требует вывода. И мне кажется, вот сейчас тоже Саудовская Аравия создала коалицию, и саудовские представители, презентуя ее публично, сказали, что ее главная цель борьба с терроризмом. Мы будем бороться, они сказали, сотрудничая с законными правительствами, а там, где правительства нелегитимны, мы там не будем сотрудничать с этими правительствами. Это тоже такая немножко бацилла заразная, и американцы должны это понимать. Но еще один момент, который влияет на их практические действия, независимо от того, насколько глубок и правильный их анализ ситуации современной, это, конечно, их электоральные циклы. Каждые два года, раз в четыре года президентские, в промежутке, так называемые промежуточные выборы, когда две трети Конгресса меняются, и Сенат, и Палаты представителей. И это для них важнейшие вехи политической жизни. А когда раз в два года у тебя выборы, и когда речь о стране, которая имеет самую мощную военную силу, и самую мощную экономику, и самое мощное влияние в мире, то очень часто случается, что важнейшие мировые проблемы становятся заложниками электоральных соображений действующей власти в США, которые думают, вот как мне сделать так, чтобы ход мой на внешней арене был бы в тему и набрал бы дополнительные очки для кандидатов моей партии. — Означает ли это, что после президентских выборов в США у нас есть шанс все-таки закончиться сирийским крейсом? — Ну, выход есть, и выход он зафиксирован в этой резолюции. Я тут смотрю наше ток-шоу, там многие очень близко к сердцу это все принимают, но говорят, что это не сработает, потому что там нет никаких конкретных договоренностей о террористах, о том, кто будет делегацию представлять, оппозиции. Тем не менее, эта резолюция, она очень четко дает сигнал двойной, что политический процесс мы хотим, чтобы начался в январе, во-вторых, чтобы ООН подобрала делегацию, не только опираясь на какую-то одну группу оппозиционную, а на результаты и на состав участников всех встреч, которые в последние полтора-два года состоялись. Из них упомянуты московские встречи, встречи в Каире и недавние встречи в Эрлияде. Но также четко оговорено, что террористам за столом переговоров места быть не должно. А у нас в отношении некоторых из участников последнего раунда встреч есть вопросы, поскольку они представляют две группировки, мы считаем их террористами, Джейшу Леслам, они регулярно бомбят жилые кварталы Дамаска, и именно они минометным обстрелом задевали наше посольство. И вторая, Ахара-Рашам, которая прямо произрастает из Аль-Каиды, а Аль-Каида запрещена Советом Безопасности, поэтому мы сейчас юридически смотрим, она и так должна быть запрещена. Но шанс все равно есть у этой сирийской эпопеи, на основе этой резолюции, которая должна, конечно же, уточняться. Что будет со внешней политикой Соединенных Штатов в Сирии и в регионе в целом после выборов, очень трудно сказать, ведь масса примеров, когда предвыбранные обещания потом либо забываются, либо президент не в состоянии выполнить, как вот то же самое Гуантанамо, Обама. Главное было его обещание, оно такое яркое, мы закроем эту позорную тюрьму в Гуантанамо, которая противоречит всем американским ценностям, и Конституции и так далее. Обещал разобраться с летающими тюрьмами ЦРУ в Восточной Европе, тоже ничего там не произошло, все это под ковер заметается. Трудно сказать, но то, что вот сейчас возревает у нынешней администрации, по крайней мере, понимание того, что терроризм в Сирии и на Ближнем Востоке гораздо страшнее, чем Ассад, чем был Каддафи, чем был Саддам Крусейн, это точно. Но после выборов, понимаете, они не только готовятся, начинают к выборам за полгода, а то вот сейчас они больше, чем за год готовятся к президентским выборам. Уже это все, все, что делается на внешнеполитическом фронте, американская администрация сразу примеряет на то, как это аукнется на рейтинге. Но они и после выборов, у них такая система, что люди, отвечающие за принятие практических решений, внешнеполитических, вообще международных, это полторы тысячи человек, меняются, они политические назначенцы. И все эти полторы тысячи проходят назначение через Сенат, через комитет, а потом через Сенат полного состава. И это порой занимает до года, то есть тебя избрали, ты команду свою собрал, она идет на утверждение в Сенат, и пока это происходит, там мало кто может на работе сконцентрироваться. Потому что все начальники будущие, они еще пока не утверждены. И где-то это занимает до года, а потом сразу надо готовиться к выборам в Конгресс. Примерно так. Сергей Ильич, мы накануне Нового года встречаемся с вами. Личный вопрос. Я знаю, что вы большой футбольный болельщик, сами играете. Как вы думаете, у нас в 2018 году шансы-то есть? Или в 2016? Болельщик, он ведь всегда живет надеждами. И если меня в качестве министра иностранных дел спрашивают, есть ли надежда на урегулирование какого-то кризиса, я сразу отвечаю, надежда это не наша профессия. Наша профессия работать и добиваться того, чтобы те задачи, которые поставлены руководством страны, чтобы они были реализованы. В случае с футболом, особенно с нашей сборной, я всегда надеюсь. Надеюсь, что вот та огромная ответственность, которая сейчас ложится на наших сборников, потому что страна ждет этого чемпионата. Даже те, кто особенно и не интересуется футболом, хотя таких немного, но все без исключения испытывают какое-то чувство гордости. И после Сочинской Олимпиады, которая признана была не нами, а всеми, теми, кто хоть что-то знает в этой жизни, была признана лучшей Олимпиадой всех времен, конечно, нам хочется эту марку держать и сделать не менее впечатляющий футбольный чемпионат. А украшением все это, конечно, должна стать игра нашей сборной. Будем надеяться. И последний вопрос, совсем короткий. Самый необычный Новый год в вашей жизни? Было как-то в институте, просто в лесу, в палатке, костер. Мы, в принципе, ходили очень часто в походы. Я летом в стройотряда ездил каждый год, когда МГИМО учился. А в зимние каникулы мы ходили в поход. Архангельская губерния, Кольский полуостров, Карелия. И вот один из походов как раз пришелся на Новый год. Палатка, печка у нас была внутренняя, подвесная такая. Было холодно, но весело. С Новым годом! Вас с Новым годом и всем сотрудникам канала и вашим зрителям. Спасибо большое.